Сегодня продолжаем ремонт Ленинграда от подписчика. Ссылка на первую часть будет в описании к этому ролику. В прошлый раз мы привели электронику в порядок, а сегодня займёмся корпусом и клавиатурой, и начнём, пожалуй, с последней. Родная механическая клавиатура имеет не очень удачную конструкцию, как в плане удобства пользования, так и в плане долговечности. Некоторые направляющие были сломаны, а кое-где и вообще отсутствовали. Повезло, что конструкция у них достаточно простая и не составит особого труда изготовить новые. В Solidworks была накидана простенькой моделькой и отправлена на печать. Получилось вроде бы неплохо. Владелец этого компьютера попросил сделать поддержку внешних современных клавиатур, и после недолгого поиска был заказан конструктор для сборки контроллера клавиатуры, а также адаптера для джейсиков отсека. При этом функциональность механической клавиатуры также останется. Схема довольно простая и сборка не заняла много времени. Клавиатура запустилась и джойстик тоже работает. Пришло время заняться корпусом. После первой проверки платы выявился один неприятный момент. Второй этаж мешает установке клавиатуры. Вернее, её можно, конечно, поставить, но она будет сильно выпирать над корпусом и прижиматься к плате. А так как дисковой теперь является тавизмом в данном корпусе, то вместо него будет стоять плата. Теперь места хватает всем. Лишние органы управления также были удалены из корпуса и оставлены только необходимые. Продолжение следует... На принтере были распечатаны стойки и вклеены в корпус. Продолжение следует... Видеозвук будут выводиться через карт-кабель, причём видео будет по РГБ-каналу. Вот есть выражение «сделать как для себя». Я бы для себя не стал так заморачиваться с укладкой проводов, а вот для других стал. Ну, что бы рукожопом не назвали. Для вывода видео также использовал родной советский разъём. Так, что в итоге получаем? Здесь у нас вход питания 5 вольт. 12 вольт теперь здесь не будет, так как дисковод мы отсюда извлекли. Выключатель. Тот же самый тундер, что здесь стоял. Гнездо для загрузки игр и программок. Кнопочка сброса. Порт джойстика. Отсеги. Гнездо клавиатуры PS пополам. И гнездо USB. Тоже для клавиатуры. Но USB клавиатуры здесь будут работать далеко не все. Только те, у которых был переходник с USB на PS на 2. То есть у которых есть комбинированный режим USB и PS пополам. И последний супер разъём, где содержится RGB сигнал, звуковой сигнал и синхронизация. А также черно-белый. Ну вот собственно и всё. Одну дырку я заделал. Получилось не очень аккуратно, но всё-таки лучше, чем было. Так, и несколько дырок осталось. Вот эти большие я заделывать не буду, потому что получится совсем безобразием. Вот эта область у нас теперь пустая, так как мы диска вот отсюда убрали. Хозяин компьютера сказал, что у него есть свободная заглушка от CD-ROMа с обычного писякового корпуса. И он сам её сюда установит. И, конечно же, финальная проверка. В режиме Basic проверяем работу клавиш обеих клавиатур и джойстика. И пробуем загрузить игру. Всё, компьютер восстановлен и вместе с приставками отправляется счастливому владельцу. Надеюсь, что он успеет доехать до Нового года. Спасибо за внимание. Всех с наступающим Новым годом. И до скорых встреч. Пока.